В этом году День защитника Отечества пришелся на субботу, но торжественных мероприятий в выходной не отменил. Наша съемочная группа работала и сейчас расскажем, что происходило в городе 23 февраля. 23 февраля. В этот день вспоминают о подвиге защитников Родины. Памятником возлагают цветы и мемориальные гирлянды. А 4 года назад в нашем округе зародилась традиция выполнять ряды юноармейцев у стелы города воинской доблести. На этот раз в юноармейские ряды вступили 40 старшеклассников. Те молодые ребята, которые сегодня будут вступать в ряды юноармии, принимают на себя большую ответственность, понимая, что это действительно почетно быть юноармейцем, а в дальнейшем стать настоящим защитником своей Родины. Движение юноармии объединяет больше 600 ребят Клинского округа. Они активные участники самых разных городских мероприятий. Кроме того, обязательно поддерживают благотворительные акции и волонтерские инициативы, помогают пожилым людям, всегда в первых рядах на субботниках, и ведут большую агитационную работу. Они произносят свою первую в жизни присягу на верность Отечеству и наармейскому братству. Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянусь! Клянусь! Быть юноармейцем значит быть патриотом, достойным гражданином России. Вступить в ряды юноармии может любой школьник Московской области в возрасте от 8 до 18 лет. Кроме этого, в юноармейское подразделение можно войти даже военно-патриотическим клубом и поисковым отрядом. Виктория Тихонова, Иван Першин, Анастасия Гарбузова. Новости дня. Это школа будущего.